Спасибо вам, что вы пришли сегодня всех нас поздравить с этим праздником, так как это праздник всех нас, без вас этого центра бы не было. Центр и кафедра словистики все эти 10 лет работают совместно. Ежегодно проходят около 400 мероприятий, то есть по 40 мероприятий в год мы делаем, значит это 400-500 мероприятий за эти 10 лет мы провели. Сегодня нас пришли поздравить ректор Бельгинского госуниверситета Наталья Рашицоль, Аблашер посольства Российской Федерации Кирилл Абрамов, руководитель Российского центра науки и культуры Михаил Давыдов, руководитель русской общины города Бельгинс Павел Мачацкий, проекта по международным отношениям Валентина Крискан, пылька анхилологического факультета Лилия Кринка и надеемся, что еще придет представитель Бельгинской премории образования Татьяна Дубийская. Вам всем большое спасибо и снова поздравляемся, обойте русского центра Татьяне Николаевне Сузанской. Спасибо. Очень торжественное событие сегодня происходит. Мы, наверное, как-то даже с удивлением подумали о том, что вот и 10 лет прошло, и как озвучил статистику Владимира Николаевича, 400 крупных боли, крупных, менее крупных событий состоялось в русском центре. Решите предоставить слово ректору Бельгинского государственного университета госпожа Наталье Ивановича. Многоуважаемые гости, дорогие коллеги, друзья. Венец Веник Ланоев, университетный дистанции по услугам ВЭЛС. Мы очень рады, что вот уже 10 лет в нашем университете существует, и не просто существует, потому что у нас много центров, но наш русский центр выделяется тем, что он живет. И как мы уже говорили немножко перед началом торжества, обсуждали, что на самом деле это один из центров, который очень активен и вдохновляет наверняка и наших студентов, и учителей города, и, наверное, населения всего севера Волгании, потому что есть и мероприятие, которое организуется для населения города, для населения, наверное, севера республики. И я в этот момент, когда мы обсуждали, что уже организуется в нашем церкви, и выставки, и творческие вечера, и тотальные диктанты, и встречи. И обычно вспомнила то, что мы это уже видим в Фейсбуке. И когда сказали, что руководство поддерживает, иногда мне как руководству даже немножко обидно, что я узнала о таком красивом мероприятии по фотографиям, которые у нас выставляются в Фейсбуке, потому что на самом деле иногда, когда мы пролистываем вот такой творческий отчет в электронном варианте, вот даже думаешь, вот почему бы и меня там не было бы. Поэтому на самом деле очень живые и красивые вечера, поэтому я на самом деле очень рада, что Татьяна Николаевна Сузанская вместе с Владимиром Николаевичем Рыжуковым, вместе со всей кафедрой словистики, потому что мы замечаем, что коллектив, без поддержки коллектива, наверняка бы вся деятельность нашего русского центра была бы другой. Я очень рада, что за 10 лет с отчетом тут, наверное, всех можно впечатлить, потому что было очень-очень много и разных, разнообразных событий. И, конечно, в зале есть и господин Плохотнюк, ректор нашего университета, который видели в самом начале. Было руководство нашего вуза тогда, когда было принято решение о создании русского центра. И, конечно же, русский центр создавался при поддержке фонда «Русский мир». И, если вы позволите, я бы прочитала обращение поздравительное, которое адресовано нашему университету, а именно адресована она нам исполнительным директором фонда «Русского мира», господином Крочиным. И, если вы позволите, я прочитаю, потому что обращение очень теплое и радует нас тем, что за нас радуются и те, которые вложили и средства, и поддержку для создания нашего центра. 10 лет тому назад, 25 сентября, в Бельском государственном университете имени Олега Руссо открыл свои двери в русский центр. На протяжении этого времени, благодаря своей активной работе и сотрудничеству с фондом «Русский мир», центр стал активно действующей интеллектуальной площадкой по изучению русского языка и литературы Республики Молдова. Благодаря творческому подходу к работе руководителя русского центра Татьяны Николаевны Сузанской, а также кафедрой словистики, он стал одним из лучших. На базе русского центра проводятся различные мероприятия, реализуются образовательные и научные проекты, отмечаются праздники и памятные даты, в том числе с приглашением ведущих ученых из России. Международные конференции, семинары, встречи с интересными людьми сближают народы наших стран и помогают студентам расширять свой научный кругозор. От имени фонда «Русский мир» позвольте поздравить вас, ваш коллектив преподавателей, студентов университета с юбилеем и пожелать вам новых научных и творческих успехов, личного счастья и благополучия. В ответ мы, естественно, благодарим фонд «Русский мир» за поддержку и хотелось бы особенно в конце выразить благодарность нашим высокоуважаемым гостям, которых представил господин Бражук, за то, что нашли время посетить сегодняшний наш праздник и содействуйте всегда всем тем проектам, которые реализуются в нашем центре, а также особенную благодарность госпожа Сузанской и господину Бражуку, без которых, наверное, и всей кафедры словистики сегодня не было бы этого замечательного праздника. Олег Владимирович Воснецова, руководитель Русского центра Бельского государственного университета имени Олега Русу Татьяны Николаевны Сузанской, уважаемая Татьяна Николаевна, сердечно поздравляю вас и весь коллектив Бельского государственного университета имени Олега Русу в связи с 10-летним юбилеем Русского центра. Трудно переоценить значение вашего труда по популяризации русского языка и литературы. За 10 лет возглавляемый вами центр превратился в любимое многими место протяжения думающей и читающей молодежи. Вы вносите весомый вклад в дело сохранения исторически тесных культурных и духовных связей между народами России и Молдавии. Убежден, что прививаемое вами растающим поколением в любовь к культуре России залог продолжения традиции дружбы наших стран. Я присоединился, я здесь в этом зале уже не первый раз, в университете бывал много, конечно же посещал русский центр. Хочу сказать, что я здесь себя чувствую как бы, мне сюда хочется возвращаться. У вас особая какая-то аура в Бельском университете, ни в каком другом университете Республики Молдовы такой ауры нет. Эту атмосферу создаете вы, потому что самое главное это люди, которые здесь работают и которые здесь делают все, чтобы это был не просто университет, это был дом для всех и сотрудников, и учащихся, и, конечно же, нас гостей. Я хотел бы, пользуясь случаем, вручить наш поздравительный адрес от Российского центра науки и культуры, представительства Росстатрудничества Республики Молдова, работелем которого я являюсь. Ваше учебное заведение вписало яркую страницу в летопись с образованием науки Республики Молдовы. Я сейчас говорю в целом про университет. Сегодня Бельский университет — это ведущий научный и образовательный центр, который славится фундаментальной научной базой в высоком уровне подготовки специалистов. На будущий год, как нам известно, в вашем году заполняется 75 лет. За это время институт, университет дал путевку в жизнь не одному поколению высококлассных специалистов, которых мы очень любим. Мы знаем много выпускников Бельского университета в Кишиневе. Это, наверное, подавляющее большинство всей интеллигенции, которая сегодня в Кишиневе трудится. Это выпускники Бельского университета. Десять лет в УЗИ активно работает Русский центр. Международный культурный проект, осуществляемый Российским фондом «Русский мир» в партнерстве с ведущими мировыми образовательно-просветительскими структурами. Особую благодарность выражаем профессорско-преподавательскому составу кафедры словистики. За это время вами проведены многие мероприятия, направленные на популяризацию русского языка, российской культуры, развитие межкультурного диалога и укрепление взаимопонимания международными Молдовы и России. Благодаря деятельности Русского центра студенты, обучающиеся в УЗИ, приобщаются к культурно-историческому и литературному наследию русского мира, методике и практике российского образования, современные творческие идеи и программы. «От всей души желаю Русскому центру и университету новых достижений в сфере образования и науки, стабильности, процветания, а коллектива учебного заведения, воплощения в жизнь всех задуманных планов, энтузиазма, вдохновения, здоровья и благополучия». «Это я прочитал. Хотел бы вам вручить этот наш поздравительный адрес и от себя еще раз добавить, что мы вам очень благодарны. Будем всегда вашими партнерами, друзьями и надеемся, что у нас в будущем много интересных проектов, которые мы сможем реализовать». «Бельский государственный университет имени Олега Руссо» «Это многонациональный университет, где каждый человек говорит минимум на трех языках. Это родной язык, либо румынский, либо русский, либо украинский. Есть обязательно второй, и там уже пятый, шестой и так далее. Это действительно наша семья. Вот вы говорили, что 10 лет в центру, и я слушала и была горда, что у нас есть такие люди, как Татяна Николаевна Сузанская, которые умеют создавать, но и развивать то, что создали сами люди или с помощью каких-то коллег. Потому что очень часто мы что-то создаем, и потом через год, через два, через три часа это очень жалко, конечно. Хочу открыть секрет, что сама кафедра славистики и сам центр пользуются популярностью и за границей. У нас уже два года подряд изучали русский язык в русском центре студенты из одного венгерского вуза, столичного, где учатся больше 50 тысяч студентов. И они выбрали наш вуз, и по секрету никогда еще вам не говорила об этом, что поговорила с послом, и они говорили, что какой секрет вы там имеете в вузе, что студенты так коротко говорили о дидактике, о методике преподавания, о каких-то специальных учебных пособий и так далее. Потому что наши люди, это не просто человеческий персонал, это таланты. Мы поддерживаем русский центр, мы поддерживаем всякое хорошее начало, которое позволяет развивать культуру, знания, компетенции, которое позволяет нам обогащать наш вуз через научные труды, через дидактические, и через то, что мы называем человеческий капитал. И я хочу сказать, что все элементы на которые я могу, я не могу только на Facebook, но только на мой вузе, Я уже сказал, что я уже сказал, что и дамы проекте, дамы проекте, дамы проекте, что есть о том, что у вас есть в центре, это абсолютно вероятно. Мы вам спасибо за атмосфера, за счет, за счет, за эмоции, за эмоции, за эмоции, которые мы троим в фиевые даты, когда мы вовремя, когда мы вовремя организация в Русхимире. И, безусловно, для респекта, для эмоций, для эмоций, для эмоций, для эмоций, для эмоций, для эмоций. Конечно же мир асоциируется, это такое понятие, которое асоциируется у нас с масштабностью, с многогранностью, мир не может существовать ни пространства, ни времени, ни человеческих ресурсов. И, конечно же, русский мир — это не исключение, извините, но это великая культура, которая уже вышла за рамки, да, вышла за национальные рамки и уже имеет влияние на другие мировые культуры, цивилизации. У нас совета Российской Федерации, которой я представляю Республику Молдова. Мы очень часто общаемся с руководством фонда «Русский мир», который Татьяна Николаевна имеет самое, что есть прямое отношение, и в целом кафедра словистики, а я по старой бытности очень бы хотел сказать кафедра русского языка, но не в обиду, что сегодня это кафедра словистики. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время мы определим совместно с Российским центром науки и культуры, посольством Российской Федерации и высшими учебными заведениями Российской Федерации о том, чтобы кафедра словистики имела возможность проводить тестирование, выдавать сертификаты на знание русского языка всем желающим гражданам, в том числе Республики Молдова и тех, которые находятся по разным причинам, для получения граждан, для получения иных других документов, для участия в каких-то других подачах документов и так далее. Я уверен, что это будет. Хочу сказать огромные слова благодарности в адрес Татьяны Николаевны, руководителя русского центра. Вы знаете, буквально несколько слов, как-то я обратил к Татьяне Николаевне, ну, к сведению всех вас, что Владимир Николаевич, Татьяна Николаевна являются членами Совета Русской общины, мы всегда общаемся, мы участвуем, мы работаем в разных мероприятиях, взаимных и встречных мероприятиях. И как-то было предложение Татьяне Николаевне, Татьяне Николаевне, поучаствуйте в прямом эфире. Татьяна Николаевна говорит, ну, если надо. Я говорю, конечно, надо. И я вам скажу отзыв, после того, когда Татьяна Николаевна поучаствовала в прямом эфире, мне позвонил руководитель эфира и говорит, где вы нашли, где вы находите этих людей? Корректные, врановешенные, знающие, как правильно поставить ответ на вопрос, обойти острые углы и так далее, и так далее. Это была наша Татьяна Николаевна. Спасибо огромное. И разрешите от имени Русской общины города Биц, от имени нашего коллектива, от Совета Русской общины поздравить Татьяну Николаевну, ваш коллектив, Владимир Николаевич, Наталья Александровна, конечно же, без вас, без вашей поддержки, это было бы довольно сложно. Десятилетний юбилей. Я помню это открытие, знаю, это прекрасное время было в присутствии еще тогдашнего мэра Василия Николаевича Банчука, если вы помните, руководителя ректора, который присутствует у нас здесь сейчас, мы вот немножко общались перед тем, как увиделись. Десять лет пролетело, пробежало. Надеюсь, пожелать вам того, чтобы последующие, не один десяток лет, мы имели возможность также воплощать все идеи. Идея русского мира, а я бы высказал, русского духа здесь у нас, в университете и в городе Бельси. Песня, папа, ты пришел сюда не зря, и об этом знали раньше только ты и только я. Пусть и мир тебя встречает, здесь всем рады от души. Песни, бой, танцуй красиво, начинай написать стихи. Проявляй свои таланты в русском мире, ты не сам, ты прошел всегда сердцем, для праздник мира все равно. Ты считал, что будет слушать, но так пусть и места нет, а казалось, что здесь круто, в русской краю, и три привет. Круто ты попал. Круто ты попал на пиво. Ты студент. Ты для пивца, мой народ поразит. Круто ты попал на пиво. Ты студент. Круто ты попал на пиво. Круто ты попал на пиво.